мы продолжаем изучать тору в ее самом приятном аспекте благодарность спасибо ров шалом арушу что прямо открыл кто-то в рай как он и обещал говорить если вы будете это все соблюдать говорит у вас будет рай прямо здесь и я думаю что многие почувствовали уже если не рай то хотя бы намёточки уже намёточки видны шалом маргарита эндрик красиво так словно писала в ютюбе да очень хорошо когда вы пишите комментарии когда вы делитесь когда вы фиксируете то что вы понимаете запоминаете это очень важно потому что тот кто учит и не повторяет он похож на того кто сеет и не собирает урожай поэтому очень важно не просто слушать а активно в этом участвовать писать комментарии писать свои выводы делиться обсуждать это очень очень хорошо теперь сегодня у нас 66 уже урок 66 урок в теме сад благодарности и напоминаю что вчера нам раб шалом аруш он нам открыл такую вещь что есть три канала по которым на человека идет благословение с небес как говорится что бирката шем таашир в эйн эйцев и има это в притчах царя соломона сказал царь соломон естественно да он говорит что благословение всевышнего обогащает и нету грусти с ним когда идет через благословение это самый идеальный вариант и нам раб шалом аруш говорит что есть три канала благословения это первый канал родители и нужно быть благодарными родителям и прям благодарить за то что они дали жизнь все это очень важная вещь внутри хотя бы внутри себя на верите есть хорошее слово ля шлим сделать шлемут сделать шалом то есть убрать все недостатки из этого канала да прочистить этот канал благодарностью благодарность и то есть очень мы его прочищаем и сказать спасибо всевышнему я все понимаю что ты мне дал вот таких вот родителей которых ты мне дал спасибо родителям они меня родили я есть все то есть изменить события мы не можем мы можем менять только отношения к этим событиям это очень важно психологи доказали психологи конкретно доказали есть но очень много исследований что жизнь человека складывается в основном из его реакции на события это самый важный фактор который только есть и этот фактор полностью в свободе выбора человека да то есть его реакция на события его интерпретации его как он их воспринимает как он их переживает это выбор человека поэтому мы сейчас с помощью вот это вот системы сад благодарности мы благодарностью прочищаем вообще все каналы прошлого так такой его подход рапшлова хорошая второй канал он говорит это тора и мудрецы торы и тут тоже еще вспоминаю одного моего знакомого хорошего да он но значит интересно вот я почему бы его вспомнил более более хорошего отношения к жене я ни у кого не видел то есть он настолько внимательный настолько он прямо вообще но у него совершенно в деньгах не идет вот совершенно у него прямо что он не делает вот не знаете как песня была чтобы они не делали не идут дела видно в понедельник их мама родила вот у него вообще никак и хотя третий канал благословения это жена то есть есть три канала родители жена и тора мудрецы торы но вот я сейчас подумал я не знаю какие у него взаимоотношения с родителями но он уже даже старше меня но я знаю что он очень против некоторых мудрецов выступает торы вот эти вот внутренние расхождения и мне кажется что это тоже перекрывает да это я его вспомнил как яркий пример где у него в одном канале отношения к жены в идеально с родителями я не знаю третий канал благословения это мудрецы и тора у него вот тут конечно хромает хромает у него хорошо теперь значит это то что мы вчера изучили сегодня он дальше идет нам углубляет и объясняет как этим всем пользоваться значит он говорит жалоб называется следующая глава жалобы превращаются в благодарение он говорит вот пришла женщина ко мне и она жалуется на мужа вообще прямо вообще ну просто страдает и жалуется на мужа о ней говорит что женщина тоже должна верить и радоваться своей участи знать что творец создал для нее этого мужа спроектированного специально для ее исправления и благодарить всевышнего за это и вот он говорит я как-то приехал в один город проводил там урок торы и значит там была женщина которая которая прямо ко мне подходит и жалуются чтобы излить излить чтобы излить горечь своего сердца и вот она значит жаловалась он рассказал вот этот его подход что что муж это не муж это через него всевышний тебе дает какие-то твои страдания исправления и так далее увидеть в этом не мужа а всевышнего который с тобой разговаривает и вот эти слова глубоко проникли в ее сердце и она начала совершать уединенную молитву по полчаса в день благодаря всевышнего за этого мужа представляете и за все унижения и ругань за все страдания посланы ей всевышним который она получила с помощью этой палки это не муж была а палка такая да от всевышнего которая ее значит и что и она начала благодарить благодарить когда она начала так поступать она преисполнилась радости как никогда прежде и что она просила всевышнего покажи мне что мне следует совершить что мне в себе изменить что мне то есть она переключила внимание на себя и на на свой разговор со всевышним а муж это был как бы просто разговор месседж от всевышнего который она получила то есть она не обижалась на мужа конкретно муж в этой ситуации был просто проводником каким-то и значит и она рассвела она стала счастлива она начала проводить уроки по вере по по благодарности и так далее и значит муж пришел и она рассказала приходит муж к ней и говорит что происходит что в тебе переменилось ты не жалуешься не споришь не плачешь она ему говорит конечно я счастлива я рада что у нас нет мира в доме что у нас нет шламбайта муж изумился как как ты счастлива что нас нет мира в доме она отвечает ему да это приближает меня к всевышнему благословен он я благодарю всевышнего за все унижения которым я тебя подвергаюсь я счастлива что ты меня унижаешь смотрите тут вот эти слова унижаешь не унижаешь машпиль а это же перевод с иврита и не всегда перевод точный то есть я читаю унижаешь но на иврите это слово ты меня машпиль мо олив обижаешь ну вот такое на русском какое-то некрасивое слово унижаешь машпиль это ну да можно сказать что унижаешь на иврите в общем и она ему говорит что я счастлива что ты так со мной ведешь себя виты конс в конце концов всего лишь палка в руках всевышнего всевышний хочет чтобы так было а я теперь за счет этого вот то что ухожу и по полчаса в день на природе благодарю всевышнего за все это у меня значит полностью такие раскрылись счастья я приближаюсь к всевышнему у меня есть главное а какой имеет значение все остальное теперь что дальше произошло дальше что произошло значит он чуть-чуть уходит сторону говорит то же самое было когда у меня были долги и я не знал как из этого выпутаться но мне было так радостно и я плясал это воодушевление потому что своими глазами видел как благодаря долгам я приближаюсь к всевышнему я каждый день совершал раскаяния благодарил совершал раскаяния раскаяния на иврите это ляхзор быть шува это вернуться к заводским установкам то есть по как бы по изначально по идее у каждый человек внутри он по образу подобию бога бог совершенно знать человек совершенный только это глубоко глубоко внутри а дальше начинаются слои луковицы которые на нас накладывают воспитание убеждения там обучение какие-то паттерны поведения какие-то решения в каких-то возрастах принятые дальше человек он как бы его эго это набор вот этих луковиц набор убеждений алиокзор быть шува раскается это вернуться к своему корню как есть на телефонах например вот у меня телефон начинает плохо работать я его выключаю в начале и перезагружаю как бы да он выключился или компьютер можно нажать перезагрузить включился начинает обычно лучше работать но если он лучше не начинает работать то можно снести весь софт все программное обеспечение и перепоставить новое перепрошить и тогда он возвращается к заводским установкам он как новый компьютер да то же самое у человека происходит когда он а ему плохо это сигнал что что-то не так что там моей жизни не так он может нападать на сигнал он может этот сигнал пытаться изменить он может сказать тому же жене все значит ты должен измениться он может сказать я не знаю правительству выйти на демонстрацию сказать платите мне больше или там идти к платите мне больше ему не хотят платить больше потому что его работа не стоит больше теперь он может сказать ладно я тогда у вас заберу пошел забрал его посадили в тюрьму то есть это называется работать пытаться изменить палку внешний мир теперь что значит вернуться к раскаянию к себе он говорит стоп секундочку то что сейчас происходит это все следствие а причина я теперь если я хочу больше зарабатывать у меня два варианта первый вариант это я должен овладеть какими-то знаниями навыками которые дороже стоят чтобы приносить пользу другим людям второй вариант я могу стать йогом веганом и в принципе спать на гвоздях есть пить воду значит и заниматься йогой медитировать и кайфовать да и мне в принципе тогда будет достаточно того сколько я зарабатываю еще и лишнее останется ого вот эта жизнь будет да то есть у меня будет запас денег на что год смогу вообще не работать то есть у него масса вариантов как дальше действовать если он повернул внимание на себя и он говорит что когда у меня были долги я не знал как их вернуть но я каждый день спрашивал всевышнего что мне делать я благодаря долгам приближался к всевышнему и значит каждый день для меня открывались новые горизонты новые грани я все больше приближался к всевышнему каждый день всевышний позволял мне совершать раскаяние но еще раз повторю раскаяние на иврите этот шува чула это возвращение все глубже к заводским установкам и когда я это видел те изменения которые со мной происходили внутри я говорил какое счастье оказаться в долгах как прекрасно совершать эту шуву и совершенствоваться благодаря этому и тут возвращает он рассказ к женщине и когда эта женщина она рассказывает дальше что я прекратила видеть мужа объективную реальность которая мне причиняет страдания а стала рассматривать его как палку в руках всевышнего то что произошло в этот момент сам уж тоже пробудился и обратился к раскаянию он он сказал он подумал так если я палка в руках всевышнего так не лучше ли мне быть его добрым посланником и теперь уже жена представляете и он начал наоборот думает он прочувствовал этот момент да что она знаете есть известный анекдот когда одна женщина пришла к психологу и говорит меня муж избивает там все он говорит в смысле когда она говорит приходит с работы избивает вся в синяках такая пришла психолог ей говорит я вам дам есть у меня такое проверенное средство значит для таких ситуаций березовый сок в смысле какой березовый сок меня муж избивает как-то вы но с ним разберитесь говорит не 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 говорит березовый сок она говорит как что делать он он говорит когда муж в следующий раз приходит домой вот он открывает дверь а вы набираете в стакан березового сока и набираете полный рот глоток и держите во рту час она горит и как это поможет он говорит попробуйте значит она начала это делать приходит ему через нелю говорит вы знаете вообще ничего вообще никаких конфликтов никаких скандалов не то что он ну там не то что не бьет а вообще просто только добрые слова хорошие все это вот такой анекдот психологически но примерно на эту же тему что оказалось что все эти конфликты муж естественно безусловно нельзя никого бить нельзя это это неадекватные люди которые это делают и все но если человек пытается его изменить у него не получится скорее всего потому что даже когда человек сам себя хочет изменить у него не всегда получается сколько людей пытается изменить свой характер бросить курить там перестать переедать начать заниматься спортом то есть даже при желании измениться человеку сложно это сделать а если ты пытаешься изменить другого, и ты наоборот идешь, это делаешь еще неправильно, там интересно, что когда человек другого критикуют, если там есть хоть малейшая враждебность или гнев, то уже позитивный эффект критики не слышен вообще. То есть это вот можете себе записать. Если я хочу кого-то критиковать, то если это дело с враждебностью и с гневом, то тогда это 100% не будет услышано. 1000% не будет услышано. То есть само содержание оно не будет услышано, потому что враждебность и гнев они у человека перекрывают ему сразу интеллект, и у него в ответ включается только враждебность и гнев. Все, то есть даже если он будет молчать запуганный, то все равно это молчание не значит, что он услышал, понял и изменился. Это очень важная такая информация. Хорошо, значит теперь что дальше произошло? Насколько человек может по-разному думать и почему действительно вся жизнь человека зависит от его мышления. Эта женщина, она, когда муж изменился и стал добрым посланцем в руках Всевышнего вместо палки, жена начала бояться. И она начала бояться, что раз в их семье все начало налаживаться, тогда что? Она снова впадет в спячку и не сможет каждый день с таким же пылом совершать раскаяние, молиться. И что теперь? Так она к нему уже пришла, теперь она этого боялась. То есть теперь она боялась, что вот теперь стало все хорошо, так теперь она не будет так к Всевышнему приближаться. Я ей сказал, пишет Равшаламару, чтобы она не волновалась. Если она будет каждый день искренне благодарить, то есть есть у нас два пути, или искренняя благодарность и концентрация на том, что Всевышний делает тебе добро, и на этом позитиве ты соединяешься со Всевышним все больше и больше, или он тебе дает негатив-негатив, чтобы ты на этом негативе начинал страдать и просил его, чтобы этот негатив ушел. Но как бы Всевышний хочет, чтобы человек, он пробуждал свою духовную сущность, для этого он создал мир, и для этого мы здесь. Теперь, если ты это делаешь через добро, через благодарность, идеально, то есть для тебя идеально и для мира идеально, если же люди этого не делают, они забывают о Всевышнем, начинают идти против Всевышнего, то тогда приходит страдание, которое всех пробуждает, молиться, просить, плакать. Когда человеку плохо, естественно, что все обращаются ко Всевышнему и в них пробуждается. Но как только все налаживается, к сожалению, опять все забывается. Хорошо, дальше он продолжает, новая глава, чуть-чуть нам осталось, благословение Бога. Если человек не почитает свою жену, он блокирует для себя канал благодеяний, все закрыто. Когда жена обижается, все закрывается перед мужем, поскольку супруди получают все блага через раскрытие души жены. Так объясняется в книге или ПТМ и Оран и все. Теперь он говорит, это очень важная вещь. Это очень важная вещь, что если у людей живут муж и жена, они соединились в одно целое. Если у них нет вот этой благодарности друг к другу, почитания друг к другу, уважения друг к другу, то они перекрывают друг к другу каналы благословения с неба. И это очень чувствуется во всем, во всем, что происходит в их семье, с детьми и так далее. Поэтому все начинается с индивидуального, личного вот этого решения благодарить Всевышнего. Если ты благодаришь Всевышнего, ты благодаришь всех вокруг, как посланцев Всевышнего. Если ты благодаришь всех вокруг, как посланцев Всевышнего и Всевышнего, у тебя внутри переключается полностью система восприятия мира. Ты становишься добрым, ты становишься расслабленным, ты становишься здоровым. У тебя все хорошо начинается с нервной системы, с иммунитетом, со всеми делами, энергичные, здоровые, все довольные, все счастливы, и пошло-поехало благословение Всевышнего, оно обогащает, и нет грусти с ним. Все очень просто, понятно. И дальше он говорит, следующая глава, пришла ко мне пара, которые очень много зарабатывали, и у них не было ничего, вообще ничего, то есть жили на семной квартире, всегда денег не хватало, все время у них все уходило как в никуда. И он говорит, что истинная изобилие – это субстанция нематериальная, а духовная и мистическая, как написано в Мишлей, вот этот вот отрывок, 10 глава, 22 отрывок, благословение Бога обогащает, и нет грусти с ним. И он говорит, я видел людей, получавших очень мало денег, но у них не было ни долгов, ни недостатка, и у них было благословение. Теперь почему? Спросите меня, почему? Он говорит, а я не знаю. Такова реальность. Денег у них мало, но недостатка ни в чем нет. А с реальностью не поспоришь. С другой стороны, есть люди, зарабатывающие огромные деньги, но в действительности у них нет ничего. Такова реальность. Они должны занимать деньги, чтобы купить себе еды. И дальше он пишет такую вещь интересную, что святой благословенный Бог не нашел другого сосуда, вмещающего благословение, кроме мира. Это тоже из Торы такая есть мудрость, что мир это источник для благословения. Мир, когда есть война, понятное дело, что все разрушено. Когда есть война в доме, все разрушено. Когда есть война внутри человека, все разрушено. Поэтому мир это как раз и есть сосуд для благословения. Поэтому перед человеком, не оказывающим жене уважения и разрушающим сосуд мира, все закрыто. И не важно, насколько он прав в этой ситуации. Так говорит Равшаламараш. Значит, если у тебя есть какие-то неприятности с близкими, то поблагодари Всевышнего и займи с собой. Займи с собой. Лучшая, я вам скажу, лучшая система взаимоотношений друг с другом, это благодарность, это действует магически. Когда вы начинаете второго своего супруга или детей благодарить, когда вы начинаете их ценить, когда вы начинаете им говорить приятные разные вещи, то все меняется. Все меняется в лучшую сторону. Хорошо. Все, друзья, у нас все отлично. Все, опять у нас есть 200 участников на роте. Это очень приятно, что столько людей изучают, как быть благодарными. И мы такой свет создаем сейчас, что просто весь мир освещаем светом. Хорошо, 66 урок в книге «Thank you. Formulas. Stories and Insights». Значит, это очень частая ситуация. Называется эта глава «Express gratitude rather than guilt». Дилт – это вина, насколько я понимаю. Надо посмотреть перевод, если кто хорошо знает английский. Насколько я понимаю, в моем английском, дилт – это вина. Я, честно говоря, английский не знаю, вообще не понимаю, как я эту книжку читаю. Но как-то вот за счет благодарности открылось. Вот открылось понимание. Значит, он говорит такую вещь. Выражайте благодарность вместо вины. Значит, некоторые люди, они выражают вину, когда другие делают вещи для них. Some people tend to express guilt when others do things for them. Да, вина, скорее всего, это. Как это работает? Значит, например, Вячеслав Лапшин хочет помочь Гайва Нави, например. Или Алиса Гарипова, да, хочет помочь Владимиру Косетевичу. И Владимир Косетевич, он изучал перед этим книгу «Мишлей». А там написано так «Сонэ матанот ихье» – ненавидящий подарки будет жить. И он думает, что только так и надо. Хотя в Талмуде разбирается этот отрывок и говорится, что были пророки и мудрецы, которые жили по этому отрывку, да, например, пророк Шмуэль, он никогда ни от кого не принимал никакой помощи. Он даже, когда ходил по Израилю, судил людей, он был судья, то у него была своя табуреточка, а он не хотел ни от кого ничего принимать. И пророк Илиша ему сделала, женщина Шунамид, сделала она ему комнату целую. Написано, что есть, которые ничего не принимают, ненавидящий подарки будет жить, а есть, которые принимают подарки и тоже живут хорошо. То есть можно и так, и так. Тора однозначно не говорит, что нельзя принимать ни от кого помощь. Теперь, что получается? Есть люди, которые прочитали первый отрывок и говорят, «Когда вы мне помогаете, я чувствую жуткую вину». Вот так они и говорят. Значит, «I feel guilty for having bothering you», что я вас тревожу. Я чувствую вину, что я вас тревожу. «I'm so sorry», я очень извиняюсь, что я делаю, что из-за меня вы должны там прерываться и так далее. Или там «Я чувствую плохо, потому что я забрал ваше время». «Пожалуйста, простите меня за то, что вы делаете для меня». И когда люди, он говорит, таким вот, это обычно делают очень чувствительные люди, и они не хотят быть для других причиной какого-то стресса или неприятности, и они в этом, он говорит, сильно перебарщивают. Почему? Потому что словами мы создаем, как он пишет, слова создают энергию, которую мы проживаем. То есть слова создают ту энергию, ту эмоцию, в которой мы проживаем. И когда кто-то чувствует вину, чувствует себя плохо, извиняется, он создает негативную энергию для себя. Теперь, если вы кому-то хотите помочь, а этот человек чувствует из-за этого себя плохо, чувствует вину, неудобно ему и так далее, то тот, кто хотел помочь, он тоже начинает чувствовать себя плохо. И получается, что тот, кто хотел помочь, он вместо благодарности и радости получает вину. Ну, это вина, это вина, все в вине, значит, все плачут, все что. Он говорит, нет, если вы, он говорит, если кто-то хочет вам помочь, мне понравилась вот эта фраза, я даже подчеркнул, сейчас, 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 значит, it was my free will choice to do what I did for you. Это был мой свободный выбор, сделать то, что я делаю для тебя. То есть, если кто-то решил вам помочь, то это был его свободный выбор, он хочет вам помочь. Если вы сейчас начнете его, вот это мне неудобно, вот, пожалуйста, не надо, я чувствую вину и так далее, вы создаете негативную энергию для него и для себя. Теперь, что он предлагает сделать? Он предлагает сделать, если уж вы так хотите, вы считаете, что вы недостойны помощи, и вы вообще прямо люди, то есть, это у людей какой-то есть паттерн. Видно, в детстве, например, ему говорили, делай все сам, там, это так плохо, когда тебе помогают. Как-то человека закошмарили в детстве, когда ему помогали, и он с тех пор боится, чтобы ему помогали. Если вы это в себе осознали, то вы этим самым лишаете и себя помощи, и лишаете людей радости и возможности вам помогать. Поэтому он говорит так, что если вам кто-то хочет помочь, просто, и вы чувствуете, что это вы недостойны, просто скажите благодарю вас более ярко. То есть, выражайте свою благодарность, а не вину. Потому что эмоции, они передаются через слова. И когда вы говорите, я очень тебе благодарен за твою помощь, то есть, вы можете чувствовать, что вы этого недостойны, например. По каким-то причинам вам кажется, что человек, который вам помогает, он делает что-то ошибочное. Но он хочет помочь. Теперь, если вы отказываетесь от этой помощи, то тогда вы делаете плохо и себе, и ему. Теперь, но если вы говорите, я очень, очень сильно тебя благодарен, это для меня очень важно, очень приятно, это прям так приятно, что прям нет у меня слов, как выразить свою благодарность. То тогда человек, который хотел вам помочь, он счастливый, радостный, что он так помог. Ему это так приятно. Он чувствует себя вообще, и он дальше будет вам помогать. И он это говорит, что это очень часто встречается, Равзелик Плистин. И он очень часто подсказывает людям, он видит таких людей, которые вот почему-то решили, что они недостойны помощи. И он рассказывает в случае, как он одному это рассказал, обратил на это его внимание. И тот говорит, я даже не обращал внимания, не осознавал, насколько я создавал себе негативные эмоции каждый раз, когда кто-то делал что-то хорошее для меня. И теперь, когда я это услышал, я могу, я теперь понимаю, почему я всегда отказывался просить людей о помощи, даже когда мне действительно нужна была их помощь. И через несколько недель это человек, который поменял свое отношение и решил, что если люди хотят ему помочь, то это их свободный честь, свободный выбор. И он вместо вины должен чувствовать благодарность и выражать вместо, я извиняюсь, и мне так неудобно, говорить спасибо, спасибо, спасибо. Просто поменять вот этот вот паттерн реакции на помощь. То он пришел довольный и говорит, значит, a few weeks later, через несколько недель, этот человек мне рассказал, с тех пор, как я начал выражать благодарность вместо вины, когда люди делают доброту для меня, мой уровень счастья резко вырос. И я увидел, что I see that I am feeling better, я чувствую себя лучше, когда я делаю для других людей, что они тоже чувствуют себя лучше. И значит, вот так вот он нам дал очень хороший совет. Поэтому спасибо вам огромное за вашу помощь. Ализа, вот у нас есть Ализа, Ольга Бузина, Василий Васильевич слушает нас, Алексей Жадан, спасибо, Алексей Жадан, он очень много помог Айпакту. Он Дэн Дубравин, знаю Дэна Дубравина уже, наверное, с 2010 или 2015 года. Хорошо, дорогие друзья, всем удачи, всем успехов, спасибо вам, что вы участвуете в уроках, спасибо вам, что вы пишете выводы в комментариях, что вы для себя взяли из этого урока, и что вы применяете благодарность и распространяете ее вокруг себя. И спасибо Всевышнему, спасибо Раву Шалому Арушу, Раву Зелегу Плистину, спасибо всем за то, что они делают добро, и спасибо нам, что мы тоже дальше будем делать. И заслугу вот того, что мы создаем мир в себе, мир вокруг себя, будет мир, уже наконец-то закончится война, и в Украине, и в Израиле, и во всех других точках в мире, потому что война – это страшно, а шалом – это прекрасно. И чтобы был шалом в душе, шалом в семье, и шалом, чтобы был в мире. Все, всем шалом, до завтра, с Божьей помощью. Всем спасибо.